Надеюсь, вы уже достаточно освоились в Linux, поэтому на третьей неделе мы обсудим несколько продвинутых тем. Часть занятий будет посвящена тем же вопросам, что мы уже рассматривали на первых двух неделях, однако теперь мы это сделаем на более сложном уровне. Например, сейчас мы рассмотрим текстовый редактор Vim. Вы можете спросить, зачем Vim, если мы уже умеем редактировать файлы в Nano? Однако Vim гораздо более многофункционален, правда он и сложнее, поэтому мы и вынесли его на третью неделю. Вы можете спросить, зачем нам более многофункциональный редактор, когда можно все сделать в графическом интерфейсе, например, в OpenOffice Text? Я вам отвечу. Дело в том, что на сервере, в котором была посвящена вторая неделя, нет графических приложений, и когда мы работаем там, нам просто придется работать в текстном редакторе. И Vim это отличный выбор. Но давайте приступим к его изучению.